Девушки отдыхают Таким образом Генри Таро подчеркивал, что погоня за обладанием чем-то делает людей только несчастными, но, делясь своими ресурсами, знаниями и добротой, мы создаем более справедливое общество. Понимаете? Важность общественной солидарности и сочувствия к ближнему. Об этом и была его цитата «Человек счастлив пропорционально вещам, которые он может отпустить». Ладно, хорошо, я дам пароль от своей приставки. Можно было просто попросить, не обязательно было целую философию приплетать. Сейчас три часа ночи вообще-то. Ты мог подождать до завтра? Я хотел застать тебя врасплох. Слушай, а я прям проникся. Все логично. Это прям как с каршерингом. Вместо того, чтобы покупать машину, которая будет простаивать весь день, ты делишься ею с людьми, которым она нужна. Именно. В современном бизнесе полно таких примеров. Например, у Мегафона есть услуга «Мега-семья», которая позволяет подключать другие номера к тарифу и делиться с близкими и своими умными устройствами пакетами трафика. Не нужно оплачивать каждый номер отдельно и беспокоиться, что у близкого внезапно закончится трафик, так как ты всегда его видишь. А для тех, кого подключают, услуга бесплатная. Верно. Причем, чем старше аккаунт, тем больше людей можно подключить. Хорошо, тогда вопрос. Томас, мы же практически семья, правильно? Подключи тогда и нас к услуге. Легко. К счастью, все делается прямо из личного кабинета. Можно добавлять и удалять участников в любой момент. Супер. Теперь я могу пойти поспать? Можешь. Либо я могу рассказать, почему детерминизм не отменяет свободу боли. Нет. Давай завтра. А я послушаю. И в этот момент мы поняли, что та старуха уже не дышала. Реально. О, привет. О, это история на ночь. Камеры включены, как оказалось неожиданно. Мы каждый раз так удивлены, что камеры у нас начинают снимать. Мы иногда заговариваемся и не понимаем, снимает камера или нет, но раз снимает сейчас... Мы так 4 выпуска выпустили даже. Мы так 18 выпусков не выпустили. Фуф. Здесь Расул Чебдаров. Крокодильный боец. Когда не крокодильный. Томас Гайсанов за кадром. Секретно. Меня зовут Евгений Чеботков. Свежо. И хитро. И хитро, как лис. Это история на ночь. Ты хоть для нас хотя бы лицо сможешь открыть? Ладно, зрители. Ты вот всегда затылком к нам. Почему ты? Покажи нам свое лицо, брат. Пожалуйста. Я не могу, потому что вы можете не принять. Внутри у тебя любые. Блин, глаза у него очень красивые, если честно. Говорят, что увидев хотя бы раз его глаза, никогда потом их не забудешь. Да. Это же про него песня. Все, что про глаза. Видишь песни? Твои глаза. И зеленоглазые такси тоже про него. У меня и зеленые тоже есть глаза. И зеленые тоже есть? У меня любые есть. Да ладно. Вау, прикинь. Уникальные. История на ночь. Проект для ценителей и знатоков. Как в наше время сейчас определять человека с тонким вкусом? Так. Раньше люди могли говорить, о, я хожу на эту выставку. Или, о, у меня это коллекция. Или, он мог сказать, о, я этим действительно увлекаюсь. Я, знаешь, очень увлекаюсь живописи. Сейчас это все не актуально. Это уже не свежо. Сейчас люди говорят, когда история на ночь. Да, да. И в этот момент понимается некая тонкость, некая избирательность. Элитарность. Вы в элитарном клубе ощущаете, что вы лучше всех других. Вы смотрите это, вы лучше других. Смотрите сверху вниз на всех остальных. Да, да. Смотрите сверху вниз. Говорите, о, знаешь, я на ютубе предпочитаю историю на ночь. И все, это о вас говорит. Вы пришли на свидание. Вы растеряны. Вы не знаете, что ей говорить. Она прекрасная. Она скромно улыбается. Да. Она ждет от вас действий. Да, же. Скажите, скажите ей, дорогая. Дорогая, сразу сократите. Дорогая, скажи, пожалуйста, а кто ты из истории на ночь? А, нет. Она говорит, я Расул Чабдаров. Она говорит, я Расул Чабдаров. И скромно поднимает глаза. Он говорит, а я, знаешь, Евгений Чеботков. Я Евгений Чеботков, но иногда вечерами я Томас Гайсанов. Нет, нет, нет. Когда смотрю на звезды. Вот так, вот так, смотри. Она говорит, я Расул Чабдаров. Да. Они в ресторане сидят. Он в ужин такой прикольный. Она говорит, я Расул Чабдаров. Он говорит, ва, прикинь, какой я Евгений Чеботков. И официант кладет им приборы. Говорит, а я Томас Гайсанов. Да, из Крылова. Это настоящий Томас. Да, да, да. Спалили, что официант там работаю. Любой человек, вы же знаете, вы знаете, что любой человек из вашего окружения, ваш начальник может быть Томас Гайсанов. Знаешь, самое смешное, что, я не знаю, наверное, сталкиваешься с этим или нет, вот идешь по городу, и знаешь, как можно вычислить людей, которые смотрят историю на ночь. Они проходят, они никогда не подходят, очень редко подходят сфоткаться, очень редко. Именно история на ночь фанатов. То есть, ой, смотрели то, пофоткаться, смотрели это, все, игра там, все, вот это, понял? Да. Но история на ночь, такие фанаты, знаешь, что делают? Я уже, ну, я не первое себя замечаю. Вот я иду по улице, вот так иду, и просто какой-то, ну, мужчина проходит и вот так делает. Да, да, да. Ты знаешь, как происходит, удивительно, что история на ночь, вот он, он как, знаешь, некая индуистская философия. Типа дао. Типа дао, понял? Ну, типа... Типа дава? Да. Дао. Ну, типа, знаешь, когда, типа, уроборос некий змея, пожирающая свой хвост. Да, да. История на ночь тоже самая, брат. Вот она, насколько элитарная и, типа, узкая, настолько она и широкая. Реально. Или просто нет границ, потому что... То есть, невероятно широкий охват. Вот как я узнаю, ну, типа, когда, в общем, девчонка какой-нибудь... Во-первых, просто обычные кавказцы. Такие, смотрим, уважаем, любим. Да, да. Потом обычные русские семьи из рекламы ипотеки. Понял? Да, да, да. Очень невероятно такие прям красивые, знаешь, такие прям очень телевизионные. Страшные боли в глазах. Нет, нет, телевизионные такие, очень телевизионные семьи подходят. Историю на ночь, мяу, вот так прям. Потом радикальные исламисты. Реально тебе говорю? Говорят, вот история на ночь, это просто бомба. Понимаешь, о чем я, Жень? Боже, я придумал, ладно, сейчас я придумал. Гюри, Гюри. Не, не, давай ты, я потом... Да я просто уже, уже нечего, некого перечислять. Все, тут ха-ха смех. Я придумал ролик, ролик истории на ночь, промо. Так, так. Площадь, городская площадь. История на ночь становится настолько популярной, что мэр одного из городов российских, и в одной шутке мы просто говорим, условно сейчас поставьте название своего города. Саратов, Самара, Ижевск, Сан-Франциско. Да, скажи, Нальчик, чтобы никому обидно не было, чтобы хотели обидно будет, да? Ладно, давай, Нальчик. Ну ладно, Нальчик. И мы в шутке как-то в разгоне просто говорим. Типа, нарезка такая, сидит мэр Нальчика. И он сидит, и там мы в шутке таки. Ха-ха-ха, да-да-да, и мы возглавим город Нальчик. Наша организация, мы все втроем станем мэром Нальчика. И он смотрит вот так. Смотрит на своего зама. И он такой. Что? Он француз. Что? Ты что, не понимаешь, Жан-Пьер? Это. Это может стать угрозой моей власти. А он очень властный, да? Да, очень властный. И он такой. Почему? Что это Нальчик? Не надо мне сейчас это ля-ля-ля, Жан-Пьер. Найди мне их и приведи сюда. Я сделаю так, что никто не посмеет пошатнуть мою власть в Нальчике. И начинаются поиски. И они понимают, что нас не достать. Наши лица известны. Нас сложно достать. И он такой. Тогда. И вокруг нас еще очень много охранниц-девственниц. С пулеметами. С пулеметами. Так, еще и чем. Он такой. Тогда достаньте. Невозможно достать ни Расула, ни Женю. Они слишком на виду. Он такой. А что насчет этого Томаса? И его помощник такой. О. Информация, что он сейчас находится в Нальчике. И он делает здесь свою лекцию. И эта лекция совершенно секретная. И находим его, пока он здесь, в Нальчике. И Томас реально в этот момент находится в Нальчике. То есть он реально там делает лекцию о важности арбалетов в англо-французских противостояниях. То, что всегда короче. То, что интересует людей. Насколько были важны арбалеты. И он закрывает город. Собирает всех людей, кто сейчас в Нальчике. Всех абсолютно. И он говорит. Я сейчас удалю из интернета все выпуски истории на ночь. Если вы мне не скажете, кто из вас Томас Гайсанов. Да нет. А что происходит? Я знаю. И Томас реально вот так встает. И мы видим со спины. Он так встает. Он такой, окей, окей, старина. Я Томас Гайсанов. Он такой, вон же, возьмите его. И в меню за столпу встает другой человек. Я Томас Гайсанов. И там встает девушка такая. Я Томас Гайсанов. Да нет. И встает старик невероятный. Это я, Томас. Потом просто попугай такой. Я Томас Гайсанов. Алиса тоже колонка. И он поворачивается. И стоит его зам. И такой. Я Томас Гайсанов. Я Томас. Браво. Все, все, браво. Все поаплодируйте. Молодец. Очень круто. Очень круто. Мы все немного Томас. Блин, как круто. Если вы с нами, вы Томас Гайсанов. Кстати, да. Томас по факту сидит за кадром. Получается, за кадром люди тоже. Ну, то есть кто смотрит. Получается, Томас с ними сидит. Да? Я стараюсь задавать вопросы, которые могут быть интересны. Например, твое настоящеество от волос. Или ты что-то делаешь. Это мое натуральное. Давайте сегодня поговорим про человека, который очень сильно вдохновил огромное количество людей. Итак, сегодня мы говорим про Пабло Эскобара. Пабло Гавирио Эмилио Парононо. Пабло Эскобар родился 1 декабря 1949 года в колумбийском городе Рио-Негро, Антиоке. Позже его семья переезжает в пригород Энвигадо. Эскобар происходит из скромной семьи. Но не в плане достатка, а просто они очень скромные. Ну, мы, наверное, пойдем. Это ваш ребенок? Вы будете забирать его из роддома? Да нет, наверное, оставим. Если он вам нужен, давайте оставим. Если вам нужен, можем оставить здесь. Его отец был крестьянином, а мать – школьной учительницей. С раннего возраста Эскобар обладал уникальной амбицией возвыситься над всем своим окружением. Это как? Обладал уникальной… Амбицией. А, он хотел обладать уникальной амбицией. Как-то странная формулировка. Не-не-не, он обладал амбицией. Амбиция – это же устремление твое. Ну, амбиция невозможна обладать. Можно. А что за слово тогда? Ну, амбиция – это то, что заставляет… Ну, обладать амбицией. Я обладаю… У меня есть амби… Ты же можешь сказать, у меня есть амбиция. Но я не обладаю амбицией. Но есть и обладать амбицией – это одно и то же. Думаешь, обладать и есть одно и то же? Я обладаю амбицией, конечно. А есть и обладать – это одно и то же. Ну, ладно. Если кто-то знает, как объяснить этот спор наш, разрешить, прав ли он или прав ли я. Переведите мысль в комментариях. Обладать амбицией можно ли говорить? Или обладать и есть – это одно и то же. С тех пор Женя и Расул больше никогда не разговаривают. Эй, слышишь ты, у меня есть разговор к тебе. Да, может, он тебя еще и обладает, придурок. Сообщается, что Эскобар рано начал свою преступную жизнь, воруя и подделывая надгробие. Это что за воруя и подделывая? Это же просто как будто Григорий Остров вредные советы. Он перечитал Григорий Остров и говорит, воруя тюрьму. Если вы хотите, ребята, отношения разорвать, нужно вам тогда с могил все плиты своровать. Вот пришла, вот и тетка подошла. Напрягаю брови я. А куда же подевались все мои надгробия? Браво, браво. С помощью пескоструя, это его друг в фамилии Пескоструя, погонял, Саня Пескоструя, он удалял имена и фотографии с надгробий и перепродавал как новые. Он просто был очень... Прикинь, насколько он бедно жил, что он говорит, вот так буду делать. Невероятная бедность была. Там до сих пор такая бедность. Маленький Пабло обожал слушать героические рассказы о легендарных колумбийских бандитос. Маленький Паблик. Бандитос. Как они грабили богачей и отдавали деньги беднякам. Будучи ребенком, он решил, что именно таким и станет. Офигеть, офигеть. Ты серьезно говоришь? Бандитос. Мой любимый бандитос. Прикинь? Мне кайф, кайф. Когда Пабло было 12 лет, семья перебирается в пригород Медлино, город Энвигадо. Большую часть своего времени Пабло стал проводить в бедных кварталах. Самый благодатный почвей для преступлений. Там Пабло пошел учиться в местную школу, в которой среди учеников преобладали левые политические взгляды. Школьников? Угу. Он и его новые школьные товарищи открыто поддерживали кубинскую революцию, которая недавно произошла. Были настроены социалистически. Кстати, антиамериканские настроения у него присутствовали всегда. Если разобрать его самые известные цитаты, одна из его топовых, самых частых цитат, которые используют, была такая. Америка – это 200 миллионов дураков, которым управляет 1 миллион дураков. Подожди. 200 миллионов дураков, которым управляет 1? А, 201, типа, понял. Угу. Подросток вскоре подсаживается на марихуану. И в возрасте 16 лет его выгоняют из школы. С того дня Пабло начинает карьеру, создавая небольшую группу, которая начинает заниматься продажей автомобилей, которая перепродает их или перепродает запчасти от автомобилей. То есть он легально стал двигаться, типа? Не, они угоняют автомобиль. Открыл, открыл, типа, трейдинг, автотрейдинг какой-то, думал, открыл, да? Ну, кое-что так. Колеса, колеса… Мерседес-бэнд-сервис Медельин, да? Колеса Колумбии. Звезда Медельина. Затем Эскобара осенила очередная гениальная идея. Он предлагал защиту. Так. Он говорил, заплати, чтобы твою машину не угнали. Ва, это точно, он поданошой придумал это. Ты думаешь? Да, точно. Он подумал, что их воровать? Как долгое, да? Я же могу сжечь. Заботишь, чтобы их не воровали. Да, записочку положишь, говори, не воруй, если хочешь, типа… Жулик, не воруй. Многие начали платить. Те, кто не платили, он просто сжигал их автомобиль. Представь себе. У них точно была группировка, которая на этом районе всех кошмарила. Поэтому он такой, давайте так сделаем. Дальше начинаются войны Мальборо. Почему так называются они, пожалуйста? Потому что они курили все время. Ашкидишка лучше, чем Мальборо. Не могу выстрелить, да, глаза щурятся. Войны Мальборо, это так называется война за сигаретный, за те, кто контролирует сигаретный поток из США. Это банды контролируют, кто контролирует сигаретный поток. Офигеть. И в этот момент он набирает самую такую боевую, сам боевой опыт в этот момент. В 21 год у него уже много соратников. Вместе с тем преступления из Кабара становились все более жестокими и изощренными. Он от похищения автомобилей переходит к похищению людей. Он такой, а что, зачем воровать автомобиль, если можно воровать человека? Сразу человека, которому нужны автомобили, продавать ему автомобиль. Воруешь человека, покупаешь выкуп, продаешь ему автомобиль, который ты украл. Это был его симс. Он ворует человека, ворует дом его, ворует машину, ворует кошку. Семью. Да, семьи. Все украдено. Все своровал. Ужас. В 1971 году люди Пабло Эскобара похитили богатого колумбийского промышленника Диего Эчеварио, которого после очень долгих пыток убили. Фу-фу-фу-фу. Это убийство так и не было раскрыто. Как известно, что избитое тело Диего нашли в мешке на свалке. Подожди, а почему мы, если это убийство не раскрыто, почему так огульно обвиняем Пабло Эскобара в этом? А потому что после этого идет сноска, звездочка. Это уже от нас, от истории на ночь. Мы не обвиняем Пабло Эскобара, потому что мы не знаем. Все. Мы не знаем. Только один из нас троих присутствовал при этих событиях рядышком. Мы не скажем, кто. Известно только, что он очень любит виноград. И что вот он был на том месте. Больше мы ничего о нем не знаем. Ребят, ну, честно говоря, вы, конечно, дурынды. Подставляйте меня. Невероятно. Не было меня там, не было. И напихал много винограда, что долго жевать. Виноград с ума сходят. Психосоматически решил заткнуть в себя рот. Долго жевать, пока тема не пройдет. Потом какой-нибудь чувак, который разбор делает, понял? Вот этих, знаешь, когда разбор видео. Обзор психологических. Мы весь видим, что Арасул говорит, не было такого, и засовывает в рот виноград. Тем самым он как бы подсознательно хочет заткнуть свой рот. Либо он просто любит виноград. Да, это тоже надо не исключать. Всегда же они так говорят. Всегда потом адекватная версия. Что он просто любит виноград. И что, убили, да? Бедняки там начали в этом районе отмечать смерть Диего Эчеварио. А, отмечать, типа он плохой человек был. Он был плохой человек, очень жестокий промышленник. Капиталист давай, так скажем. Он был капиталист, да. И за это Эскобара начали назвать Робин Гуд и Эль Доктор. Эль Доктор. Нормально. Пабло Эскобар начал подкармливать местных бедняков, понимая, что в какой-то момент они станут его опорой в борьбе с властью. Его опора и материалом, откуда он будет набирать себе сторонников, людей, солдат, солдат, так сказать. Конечно. Солдат. В 1972 году Пабло Эскобар уже становится самым известным преступником в районе. Его преступная группировка занимается угоном автомобилей, похищением людей и контрабандой. Тем временем в США новое поколение американцев в 70-х уже довольствовалось лишь одной марихуаной. И ему требовался более сильный наркотик для американцев. И скоро... Историю на ночь отправили сюда, что ли? Хотели? Рассматривали такой вариант. Ну ладно. Скоро на улицах появляется в Америке появляется кокаин. На этом Пабло Эскобар стал строить свой преступный бизнес. Только когда Эскобару исполнилось больше 20 лет, он знакомится с крупными преступлениями. Они берут коку, которую выращивают в Перу и Боливии, синтезируют ее и отправляют для продажи в Соединенные Штаты. Синтезируют в Колумбии? Синтезируют в Колумбии. К 20 годам Эскобар уже берет единоличный контроль над медельинским картелем, что, возможно, стало самой успешной преступной операцией в истории. Вообще, картель... Знаете, что такое картель? Тюрьма. Нет. Ну, по-испански... Картель, типа, объединение? Картель — это тюрьма. Ну, в понятии картель... Картель, короче, это вообще понятие, пришедшее, грубо говоря, это не преступного мира понятие. Я тоже думал, преступного мира понятие, да. Оказывается, картель — это когда, вот, скажем, ты производишь обувь, я произвожу обувь. А, как бизнес-картель. Да. Мы производим обувь, и мы такие договариваемся, что мы, типа, вместе производим обувь, ты не завышаешь, я не занижаю, понял? Типа, просто он всех медельинских типов собрал и говорит, типа, давайте вместе двигаться, работать. Давайте, да, экономика. Я, типа, буду глава картеля, но все интересы, все вместе отстаиваем друг друга. Как бы, типа, мы вот с города одного, типа, давайте двигаться. Я был удивлен, потому что я тоже был думал, картель, мы в картеле! Я думал, так, типа, знаешь, типа, как в банде. Или картель. А картель может быть тюрьма, потому что там много людей вместе сидят. Почему нет? А также... Либо картошка. Как карты, и тель как коктейль. То есть карточный коктейль. Либо картошечный картель. Коктейль. Коктейль с картошкой. Картель. Да. Пожалуйста. На пике своего развития его картель зарабатывал 420 миллионов долларов в неделю. Да, 420. Это не настоящая цифра. Это они такие, короче, приколы осуществляют. 420, да? Из-за этого, думаю? Да, да. Они такие просто... Кто поймет, тот поймет. Да, ладно. 420 миллионов долларов в неделю. В неделю это сумасшедшие бабки. Слушай, я думаю, экономика Колумбии столько не зарабатывала. Сколько один он? Конечно, конечно. Это куча денег. Это звучит как сумма, которая, в принципе, с такой суммой можно даже надеяться на интеграцию в истории на ночь. Не-не-не. Ну, 20 миллиардов долларов в год. 420 миллионов долларов могу дашь искать. Ну, да, с такой суммой, конечно, где-то за одинцовую какую-то двушку взять можно. В одинцовую, думаю. Пока упало все. Абсолютное отсутствие каких-либо тормозов и маникальная готовность пытать и убивать ставило его сразу же вне конкуренции с другими преступниками. Безбашина был, да? Абсолютно. Абсолютно. Когда до него доходили слухи о каком-нибудь прибыльном преступном деле, он просто без церемонии приходил и забирал-то. В тот момент он говорит, считайте меня Богом, потому что если я решил, что этому человеку не стоит жить, он умрет в этот же день. Офигеть. Вот он в тот момент становится вот таким типом. Это ему чуть больше 20, да? Да, да. Офигеть. Любой, кто становится на его пути или кто ему думает угрожать, сразу же пропадает. И он очень быстро становится королем всей кокаиновой индустрии Колумбии. В 1973-м происходит в Чили военный переворот, который приводит к жестоким репрессиям против чилийских торговцев наркотиками. Это заставляет торговцев наркотиками использовать разные маршруты. А именно, теперь маршрут лежит через Колумбию. Ух ты, прикинь. Да, да. Уровень контрабанды был на самом высоком уровне. В совокупности эти моменты укрепляют еще больше его меделинский картель. В 1977-м году Эскобар и еще три менее крупных наркоторговцев основывают меделинский кокаиновый картель, а еще через год его партнер Карл Карлос Ледер покупает один из Багамских островов. Там приземляются пассажирские рейсы из Колумбии, полностью груженные кокаином, которые отправляются на частном самолете в Джорджию или Флориду. В тот момент он сам говорит наркотики никогда ими не занимался. Я продаю цветы. Реально? Он так везде говорил. Я продавец цветов? Я цветами занимаюсь, если вас спрашивают. Я флорист. При этом говорят, что он сам кокаин никогда не употреблял. Да, так говорят. На острове была воздвигнута вся необходимая инфраструктура. Заправки для самолетов, гостиница, сеть дорог, взлетные полосы, причал для лодок. Кроме того, в джунглях Пабло организовал сеть нарколабораторий. Офигеть. Блин, как круто. Остров просто снял под бизнес. Серхио, еще раз, где ты работаешь? Я нарколаборант, Луиза, я же сказал. Я ученый. Я ученый, я нарколаборант. Да, я ботаник. Блин, подожди, они на Багамах купили остров, Багамский остров, а Багамский остров можно пойти и купить, и он твой, все? В чем? Не знаю, я думаю, их точно можно арендовать надолго. Не, просто Багамы, у них какая-то интересная юрисдикция своя, по налогам что-то не то, короче, как-то там по судам, там очень много судов Багамских, счетов Багамских, этих офшорных, там, видимо, какая-то особая прикол, зона, что почему именно там они взяли остров. Вау, круто, я бы хотел, если честно, иметь свой остров на Багамах, чтобы этих людей больше не держать в подвале. Надо, надо. Также для контрабанды использовались две подводные лодки, которые принадлежали Скобару. Две подводные лодки. За короткое время картель практически монополизировал наркотрафик в Мексику, США. Они типа перевалочный пункт были, да, получается? В Мексику, в США, в Венесуэлу, в Доминикану и в Испанию. Без его разрешения ни один наркоделец в Колумбии не мог провести товар, который с ним не работал. Если ты даже... Справка от Скобара где? Вот вам справка от Скобара. Мне уже ехать. Ну ладно, езжеть. И он брал свой процент за каждую партию любого размера. Ну да. Процент был единый. Какой? 13 процентов? Нет. 66. Нет. 6. 420. 35 процентов. Нормально. За любой килограмм, стонно, неважно. Не важно. 100 грамм, да? 35 процентов. Блин. Неплохо. Я вообще считаю, что 35 процентов это очень хорошая цифра. Хорошо. Потому что ее если сложить, 3 и 5 если сложить, 8 получается. Получается 8. А 8, врач, это что? Очки. Очки. Это очки. Очки носят кто? Ученые. Правильно. А ученые где? Ученые в подземелье, в лаборатории, в подземной, подземлей. Вот, пожалуйста. А подземлей кто еще? Кроты. А кроты это что? Это чистый белок. А чистый белок он организму что дает? Силу и энергию. А сила и энергия, она направлена чаще всего куда? В человека. В человека, в человека. А когда человек с человеком взаимодействует силу друг на друга направляет, у них между, получается, что? Искра. А Искра, так назывался, какая газета? Ленинская газета, Искра была. Ленинская. А Ленин, он вообще, каких взглядов был? Сторона какая у него? Левая. Левая. А слева что находится? В организме человека? Сердце. Сердце. Пожалуйста. Вопросы остались? Вопросов нет. Я обожаю это. Наркокарьера Эскобара складывалась более чем удачно. Его начали называть Эль Патрон. За его неимоверную любовь к треку Патрон Мияги. Эль Патрон в Патрон. Я жалею, что... Эль Патрон в Эль Патроннике. Я жалею, что... Все слышали этот трек, знали, что он приближается. Вообще, он был фанатом Мияги. Я бы убежден, если бы Эскобар жил бы сейчас, да, и вот он был бы фанатом Мияги точно. Маленьким калибри пропал из виду. А что он мог Эскобар... Представьте, вот он после рабочего дня устал. Горы наркотиков. Денег. Вот он сидит. Что за песни играет? Это из сериала. Я дальше не помню. Я сейчас... Какой там препятствий? Я только начало-то помню. Кто понял, про какую песню я сейчас исполнял? Пишите в комментариях. Он покупал полицейских судей-политиков. И коллекционировал себя так. Я люблю, я вот прикинь, где новая коллекция, пришел домой, чувак очень богатый был. Да, очень. Вот у меня своя коллекция полиции. Вот. Ну, типы. Причем ты очень много платишь. И он такой, я должен на что-то закрыть глаза. И он такой, да-да, закрой глаза. И он в шею. И он уже открывает глаза. И он стоит рядом, другие полицейские. Он такой, а-а-а. А что мне на... Боже, эта форма что, приклеена ко мне? И на клей сажают форму. И он такой, да. В основном целый день просто стоим здесь, болтаем о том, о чем. Но когда он проходит мимо, бери жезл и пытайся якобы остановить его, как будто он на машине. Будет уморительно, он это обожает. И он приходит, давай, новенький, давай, новичок. И скопар просто умирает. Он такой, ха-ха, ты знаешь, кого ты остановил? Да я друг прокурора. И на противостоянии прокуроры. Так же. И он такой, вот ты. Давай, позвони ему. Смотрит, как они ругаются. Как смешно. Он их покупал. Подкуп, если вдруг не действовал, на судью или на полицейского, то он говорил свою фирменную фразу. Плато. Пломо. Плое. Плое. Пломо. Пломо. Ты же все время говорил. Плато. О, пломо. Что это такое? Пуля, не знаю. Напишите. Серебро или свинец? Посмотри, свинец. Плата, серебро, да? Да. А вот, это же они от... Плато, о, пломо. Фломо, да, да. Плато, о, пломо. Серебро или свинец? А чего плата? Плата, да е-мое. Материнская плата. Материнская плата? Конечно, материнская плата тоже оттуда вышла. А-а-а. Хорошо. В 76-м году Пабло был задержан при попытке контрабандного вывоза партии кокаина. Эскобару удалось подменить первого судью в судебном процессе. Подменить на... На своего ручного. Да, из коллекции. Да. Второго судью удалось подкупить. Одного подменить, другого подкупить. Другого подсадить. Да. И его... Подкузменить. Его и освободили из зала суда. А буквально через некоторое время офицер полиции, который арестовал Эскобара и выписал ордер на арест, был при загадочных обстоятельствах уничтожен. Бим-бим-бим-бим-бим. Эскобар также занимался благотворительностью в Колумбии и щедро платил сотрудникам своей кокаиновой лаборатории. Он помогал строить дороги в Колумбии, линии электропередач. Он строил футбольные поля. Он также построил жилый комплекс и очень помогал бездобным. Ему очень нравилась эта репутация, что он грабит богатых и отдает бедным. Это из его детства. Классная история. Он просто делал, что хотел. Потому что ему очень нравилось, ему очень хотелось все время помогать беднякам. И он решает вообще пойти в политику. Он поддерживает создание либеральной партии Колумбии. Вот это была самая большая ошибка его. Политика. Конечно, ты что. Это была самая большая ошибка. Он по сей день был живой и очень влиятельный дядя. И мы никто не знали бы вообще его имя, ничего. Просто вот он в политику пошел. Вот, пожалуйста. Все прекрасно. Я знаю, о чем говорю. Я эту тему изучал с ребятами, когда еще я, значит, там, в Латинской Америке был. Латинский командир в Латинской Америке был. Документики подняли. Майи, конечно, там многие говорят, конечно, зря в политику. Они там говорят о прекрасной Колумбии будущего. В 1982 году успешно входят в Конгресс. Пожалуйста. Ему... Он был на должности заместителя. Ему предоставили, тем не менее, парламентскую неприкосновенность, право на дипломатический паспорт. И он вообще пользовался благами политика колумбийского. В то же время... Он вошел, извините, в Конгресс Колумбии. Да, да, да. Нифига себе. Конгрессменом, да, стал? Охренеть. Вот это вообще ошибка была. Даже это еще не ошибка. Тут они начали такие, а иначе думают. Ладно, он просто свой бизнес хочет защитить вот этими штуками государственными. Окей. В тот момент он в интервью, и когда его спрашивают, где он свой капитал нарыл, на сколько... А почему у него столько денег, он конгрессмена? Он говорит, у меня разный бизнес. Я занимаюсь как продажей цветов, так и арендой велосипедов. Как это круто и невероятно. Представьте, он реально... Его подставили вообще. Его вообще полностью подставили. Это просто был чувак, который арендой велосипедов занимался. Это все... Вообще вполне возможно. Просто тип. Да, да. Но он слишком из народа. Что-то он слишком из народа и влиятельный, и очень честный. Да, сейчас мы его подставим. Давайте я огрязним его невероятно. Ужас. Такое могло быть. В Конгрессе оппонентом Эскобара стал новый генеральный прокурор Родриго Банилья, который с самого первого дня работы Конгресса обвинял Эскобара в преступной деятельности. Полное имя Родриго Лейла Банилья. И что происходит дальше? Он в противостоянии с Родриго Лейла Банилья. Вы же представляете. И он организовывает арест Эскобара. Через несколько месяцев лидер либералов Луис Карлос Гарланд исключает Эскобара из партии. Хотя Эскобар сопротивлялся этому. В январе, уже позднее, в 1984-го года он окончательно уходит из политики. Колумбийская судебная система была целью Эскобара в середине 80-х. Подкупая и убивая судей, разыскиваемый Эскобар осенью 1985-го года обращается к колумбийскому правительству с предложением. Он говорит, я готов сдаться, парни, я готов сдаться, но если вы меня не экстрадируете в США. А между Колумбией и США был договор об экстрадиции, и США очень хотели его заполучить, естественно. Он получил отказ, и в ответ на это Пабло начинает террор колумбийского правительства. Банилья Лейла, он был на светофоре в машине, ее расстреляли из автоматов со всех сторон. Он начинает масштабный террор, запускает организацию Лос Экстрадитаблис. Это террористическая группировка, ему подконтрольная. Ее участники совершали нападения на чиновников, полицейских, те, кто выступал против наркоторговли. Поводом для террористических акций могла послужить любая полицейская операция, любая вылазка, или также выдача в США очередного босса кокаиновой мафии. Через год Верховный суд отменяет соглашение об экстрадиции наркоторговцев в США. Однако уже через несколько дней новый президент Колумбии Верхилио Барко опять накладывает вето на это решение и опять экстрадиция действует в США. Чтобы показать, что Эскобар не сломлен, он нанимает большую группу партизан для совершения диверсий, вооружает пулеметами, гранатами и ракетными установками. Диверсанты внезапно захватывают дворец правосудия в центре столицы, внутри которого находилось несколько сотен человек. Партизаны открывают беспорядочный огонь, уничтожают все документы, которые касались экстрадиции наркобаронов и наркомафии. Лишь штурмовой батальон, который поддерживали танки и вертолеты, смог отвоевать дворец правосудия, который захватили солдаты Эскобара. Эскобар все еще очень злился на Луиса Гарланда, который его выгнал из партии. И Луис Гарланда был убит по его приказу 18 августа 89-го года. После этого Эскобар закладывает бомбу на рейс 203 авианка и пытается убить преемника Гарланда Сезара Гаверилью Трухилья, который опоздал на свой самолет и выжил. Офигеть. А это гражданский самолет, и он разбился. Да, да. В результате взрыва все пассажиры самолета погибли. Так как на борту было два американца, гражданина США, США говорит, что они готовы теперь всерьез и взяться за, конкретно уже за Пабло Эскобара. В войне с колумбийской наркомафией подключились власти США, которые предложили по возможности передать его в руки властей американских. Благодаря американской финансовой помощи правоохранительным органам Колумбии удалось организовать контрнаступление на картель. Тогда в результате лишь одной операции у Эскобара сумели конфисковать принадлежащие ему 989 домов и ферм, 360 самолетов, более 700 автомобилей, 5 тонн кокаина и 1279 единиц различного боевого оружия. Офигеть. Как же ему некуда деньги было, да, делать? Ну, давай с самолетами со мной расплатишься тогда. Все мне просто самолетов подгони. На каждый удар правительства картель отзывался контрударом. Они поджигали дома политиков, убивали детей чиновников, взрывали партийные штабы, издательства, взрывали банки. В сентябре 89-го взорвали центральный пункт либеральной газеты «Эль Эспектадор». В ноябре сгорел самолет, который летел из богаты в Кали. А в канун Рождества они взорвали штаб-квартиру государственной полиции в самом центре столицы. Офигеть. Перед выборами террор кокаинового картеля приобрел небывалый размах. Он ежедневно убивал минимум 10 человек ежедневно. Киллерами убивался. Офигеть. Колумбийский наркобарон возглавлял список преступников, который был... Он был списком преступников номер один для США. За ним охотилось элитное спецподразделение, перед которым стояла задача поймать или уничтожить Эскобара. Это самые элиты американских спецслужб. Один из нас с ними пересекался. Мы не скажем, кто, но он очень любит чесать голову. И так же резко прекращает это делать. Ребят, ну я коломан, я же не говорю, кто. Да емае, ну что же... Я же не говорю, кто. Эскобар был человек, которого всему обучил я. но их было более трехсот человек. После встречи с одним из нас их осталось около тридцати. Пожалуйста. Самбо. В чем танец? А властями Колумбии была организована особая поисковая группа, куда вошли лучшие специалисты спецслужб, армии и прокуратуры. И все они должны были найти Пабло Эскобара и уничтожить. Люди из банды Эскобара взяли в заложники несколько влиятельных людей из страны. Наркобарон полагал, что под давлением богатых родственников похищенных правительством правительство сможет отменить экстрадицию. Он больше всего... Не хотел экстрадиции, да? Да, больше всего. Паша, его бы там разнесли жестко. Он бил все время, потому что мог скользнуть. Слушай, ну тут я знаешь, что я думаю? Я думаю, мы сейчас, конечно, так пойдем, но мне... Ну ладно, расскажем. Что такое, что такое? Мне интересно, почему Штаты так его хотят? Ну, е-мое. Там же помимо него были тоже наркобароны. Почему он? Я думаю, самый заметный был, самый крупный. Гораздо крупнее всех остальных. Гораздо крупнее. Гораздо крупнее. Чтобы контролить, наверное, он, наверное, мешал, короче, зарабатывать. Может быть, я думаю, мешал зарабатывать просто с серьезным образом. Ну, конечно. Не хотел работать вместе. Странно. Он же антиамериканских взглядов и так далее. Это очень странно, потому что англосаксы, англосаксы, они всегда за все хорошее против плохого. И надо тут... Очень важный момент еще. Многие, может быть, это не понимают, но почему страны Запада такие богатые? Поверьте, пожалуйста. Почему? Ну, потому что, наверное, там законы работают. Потому что там честные демократические выборы. А не потому, что они эксплуатируют и на протяжении веков уничтожали экономики слабых государств и использовали их ресурсы, выкачивая из них абсолютно все. Не из-за этого. Жень, Жень, да хватит. Ладно, ладно. А если честно, демократических выборов. Жень, да... Глэн, бля. Азы надо знать. Нет, тут дело о чем. Все, больше не надо. Больше не надо. Мужик сказал все, как есть. Дело о чем. Вопросы? Какие? Госдума в шоке. Мужик настучал всю правду. И потом в этом находят всякие, знаешь, силу. Да, почему четыре раза? Причем он правой рукой взял. А почему я почесал голову? Четыре делят двенадцать делятся на четыре. Это, получается, третья декада. Так, и что в итоге? Видите сейчас вот без прикола. Серьезно? Всю правду. Сейчас без всякого юмора. Расул сейчас наморгает азбукой Морзе. Вам вот просто ответ на все политические вопросы. Пожалуйста. Куда? Скую камеру смотреть? Он еще так быстро это делает? Это надо заметить. Это, знаешь, для людей, которые... Это наш азбук. Это специальная азбука Морзе. Это для вас вот эту придумали. У нас такая. Я понял, что ты сказал. Ладно, ладно. Хорошо. И что там дальше? Обложенный со всех сторон 19 июня 1991 года, Пабло Эскобар сдается сенсационно властям. Ага. Он признается только в нескольких преступлениях. Самые крупные преступления он не признает. Типа в чем он там признался, не помните? Ну, что он матом ругался в общественном месте. Из-за превышения скорости. Он выторговывает у правительства Колумбии запрет на экстрадицию. То есть его не отправили в США. И в 1991 году его отправляют в тюрьму, которую он сам выбрал, которую сам построил. Тюрьма Ля Катедрал. Тюрьма была им построена. И представлял собой роскошный, хорошо укрепленный замок. Охраняли его люди, которых он сам выбрал. Внутри были декоративные водопады. Также внутри находилось казино, спа-центр, бар, ночной клуб. И также он при желании выторговал возможность выезжать в кино в город. И на футбольные матчи. Йоу, да я в тюрьме. Путь жизни, жизнь. Вы здесь на воле вообще ничего не понимаете. Мне еще нужны условия. Спать я буду только в своей квартире. А также днем я буду проводить в разных местах. Завтракать я буду в кафе в городе. Каждый раз в разных. И несколько путешествий в месяц. Да. Слушай, а в чем была проблема вот так сделать? Вот я не понимаю, в чем была проблема сказать, хорошо, хорошо. Экстрадиции нету. Все, все, отменили, брат. Все, нету. Забирают его. Он такой, все. Откладывают наручки, все. И они такие, ой, она есть. Мы тебе сказали нет. Счастливо. Мы забыли. Почему, что так нельзя было сделать? А я... Наверное, боялись они его. А что они делают? Я думаю, колумбийцы честные люди. Они просто честные, да. У них слово-слово. Колумбийцы они, да, они очень, очень приятные. Я знал пару колумбийцев, реально. Приятные? Очень приятные. Очень приятные. Что приятного было? Что приятного? Общения такие уважительные. Такие, знаешь. Гостеприимные они? Да. Ну, я гостях у них не был, они у нас здесь, гостя были. Да. Как гости охеренные. Хотя, может, они были из колумны. Просто, раз он не расслышал. И они выезжают. Мы из колумны. Колумбий домой. Поехали. И они выезжают такие. Какой приятный Расул. Ну, он такой. Ну, да, он все-таки из Болгарии. Просто все поговорили. Нет, он вообще, они, ну, либо, я искал, я искал в Болгарии, а им вообще послышалось по Бангладешу. Из Бангладеша, да. Он такой, но бангладешцы они такие. Бангладеш тоже, был Бангладеш. Голод в Бангладеш, там, конечно. Я гланды в Бангладешу лечил. Пабло Эскобар продолжал заниматься наркобизнесом. Всем руководил через телефон. Также к нему могли в любой момент приезжать люди, докладывать ему. Также в его тюрьму привозили женщин. К нему приезжали его партнеры по бизнесу. Также, когда он узнавал, что кто-то ворует деньги налево. Да. Он приказывал привезти его туда и сам вырывал ему ногти, пробивал колени, а потом измученных и запытанных отдавал своим людям, говорил их убить, и те их выбрасывали за пределами этой тюрьмы. То есть жил в нечеловеческих условиях. Узнав, что ситуация в Колумбии не изменилась, а доставивший столько неприятностей наркобарон также продолжает дело и продолжает заниматься наркотиками, правительство США пришло... им пришлось жестко надавить на президента Колумбии, и они требуют экстрадировать его в США. Тебе ему говорят, ну мы уже дали слово. Слово у нас в Колумбии. Превыше закона. Имеет вес. И те такие, не-не-не, такая тема не канает. Давайте его к нам. И 22 июля 1992 года они подписывают приказ об экстрадиции. Но Искобаров уже сказали, что такой приказ будет подписан, и он уже заранее сбежал из собственной тюрьмы. Ты сбежал тоже, что? Просто вышел и ушел. Это не побег. Организованно там вещи собрали. Это не побег, это вообще... Так, давай, Юрич, ты там вещи собери. Так, начальник тюрьмы, давай быстренько там за ним подметись. У меня сейчас побег будет. Да, у меня побег. Пабло... Пабло Эдуардович, у вас там это самое... Побег через полчаса. Все. Проспитаем все? Все. Ну может минут на 15, опоздаем. Все. Ага. И просто аккуратненько, как я скажу, вынесли. И он вот так... Не, он вот так выбегает для порядка оттуда. И он вот так... Ой, догоню, догоню! Да, выбегает, но причем шаг, ну... Скорость как будто просто очень медленно идет. Просто телом вот так делает. Ой, догоню, догоню! Ой, догоню! Воздух. Все, до свидания, Павел Дарьевич. До свидания, Миле. А я ушаночку поглубже натяну. Он покинул тюрьму, скрывшись в одном из своих новеньких особняков. Прикинь, прикинь, когда сбежал из тюрьмы, с собой кента взялся. И они втроем, понял? И типа одного взяли, чтобы съесть. Съесть, да. Это называется консерва. Консерва, да. Боже. И при этом у них все, у них еды куча была. Слушай, а вот консерва, значит он консерва? Или консерва думает, что тот консерва? Я думаю, что он думает кто-то другой, да. Я думаю, да. А вот те двое, значит он консерва? Да. Ну, конечно, конечно. А он либо как пойдет. Из чего его схаваем, да, говорит? Ну, я думаю, они специально берут такого типа, который не является авторитетом в этих кругах. А, типа ты нам нравишься, парень, ты хороший. Да, ты нормальный тип, который не живет в этих пиграх. Ну что, может с нами пойдешь. Так, друзья, если, надо сказать, кто смотрит нас из тюрьмы, если вас зовут на побег. Да. Подумайте дважды. Да. За его голову была назначена беспрецедентная награда 10 миллионов долларов. Ладно. Это в Red Dead Redemption надо убить вообще всех, чтобы за тебя такое назначили. Даже президенту страны... Сказали, что тебе 10 лямов тоже дадим. А это часовая зарплата Пабло Эскобара где-то. Ну да, а 10 миллионов для сравнения президенту надо работать 200 лет. Президенту Колумбии, например, надо было работать, чтобы заработать 10 миллионов. А он мог сказать, я получу 20 миллионов долларов тому, кто убьет президента Америки? Вот так. Он так и сказал, что случилось с Кеннеди. О-о-о. Ну, хронологически, конечно, не попадает, но... Ладно. Ну там, да срастите как-нибудь. Да. Но именно по его приказу был убит Билл Клинтон. И заменен на рептилоида. Это серьезно? Да, это правда. Абсолютно одинаковый. Он был заменен идентичным рептилоидом. Ужас, конечно. Я сейчас хочу сгорел. Несмотря на то, что Пабло Эскобар вновь оказался в осадном положении, его дела были не так уж плохи. И хотя он вновь навлек на себя гнев правительства, потерял поддержку значительной части союзников, самая была на самом деле проблема, что простое население от него отвернулось, потому что они его боялись уже в этот момент. Если раньше он был супергероем, в блистающих доспехах, помогал беднякам, строил футбольные поля, то тут он превратился, по сути, в глобального террориста. В любой момент мог что угодно взорвать. Самолеты, дома, здания правительства, нападать, похищать людей. Он стал пугать всех. Беспредельщикам стал, да? Да. Он опять попытался устроить террор, устроить резню 30 января 1993 года. Он опять организовывает взрыв, в результате которого погибает 20 человек, 70 тяжело раненые, просто мирные люди в городе, в столице. Что самое страшное, большую часть пострадавших составили женщины с детьми, из простых семей. И это окончательно вообще подрывает его репутацию. Его начинают... Он признавал вообще, что он это сделал? Он что-то признавал, что-то не признавал. Потом в какой-то момент он говорил, да, вот там я действительно перегнул палку. И его начинают называть убийцей детей с этого момента, в народе. И это уже последний... Типа народ уже такое имя дал, да, ему? Да, да, убийцей детей. Раньше он был Робин Гуд из Меделина, а теперь убийцей детей, да? Раньше он был Робин Гуд, Эль Доктор, потом Король Кокаина, а потом убийца детей. Пекин. Помимо полиции, конкурентов, озлобившихся бывших соратников, его новым врагом стала организация Лос Пепес. Это люди, которые пострадали от действия Скобара. То есть это родственники, это мужья, чьих жен он убил случайно, это какие-то дети, родители. Это была огромная организация. Она насчитывала около, ну, то есть больше 10 тысяч человек это было. А Лос Пепес, это я, насколько помню, если я не ошибаюсь, ну, у них костяк был основной. Да, люди, кто пострадал, но основной костяк, это были бывшие еще эти... Полицейские? Да. Службовцы. Которые также пострадали. Которые также пострадали. Какая-то тема, и они типа соскочили типа в джунгли. Да. И на нелегальном положении джунгля двигались. То есть это бывшие силовики, в общем. И вот эта сила тоже была против него. Буквально на следующий день после кровавого события в Боготе Лос Пепес разыскали место, в котором скрывался Пабло Эскобар и сожгли дом дотла. После этого его родственники, друзья наркобарона, также ближайшие сподвижники, стали объектом охоты. Лос Пепес начали искать всех, кто близок к Эскобару и убил. Лос Пепес сильно закашмарили ее, да? Они начали, буквально они начали их выискивать, да, и жесточайшим образом с ними расправляться. 2 декабря 1993 года убийца детей был блокирован в одном из домик квартала Лос Оливус вместе с отрядами колумбийских силовиков, которые туда пришли. Местная полиция, разгневанные крестьяне, Лос Пепес и американские агенты с секретной службы. Черепашки-ниндзя, Мстители, Иксмены, кто там еще был? Группа Любе. Группа Любе. И Артема Винокура. И Артем Винокура один стоит такой, давай сюда, Эскобар. Эскобар, дурак, вонючка-козел. Попытавшись скрыться, Эскобар выбрался на крышу и был убит снайпером. Бау. Хоронили Эскобара 3 декабря 1993 года. Проститься с ним пришли более 20 тысяч человек. Люди настолько хотели прикоснуться к телу покойника, что они буквально устроили там настоящую давку. Вот, теперь смотри, вот это, я про Эскобара много чего слышал. Меня вообще смущает. Точно, кокаином занимался, сто пудово торговал, отвратительный, просто, вот даже что, торговал кокосом, значит, вот это одно возьмем. Отвратительный человек. Ну, это плохо. Но при всем при этом, меня, знаешь, не дает покоя. Вот видишь, люди пришли толпами. Убийца детей. Зачем? Ну, типа, если в народе его так начали считать, типа, убийца детей, почему-то толпы людей пришли-то и попрощаться. Он совершенно для них герой, и по сей день он герой в этом городе. Он как Чи Гевара там. Мое предположение, что он занимался криминальной херней, амбиции были у него точно. Решил залезть во власть. Там тоже были амбиции. Решил стать президентом страны. И когда он решил стать президентом страны, условно, ребята, северные соседи, говорят этим, вы что, алло, с дуба рухнули, у вас наркоборон, будет президентом страны? Вы чего? Совсем, что ли, тю-тю? Понимаешь, у него, получается, у Колумбии будет элемент давления невероятного на Штаты. Они такого не могут позволить себе. Это раз. Во-вторых, бизнес, то же самое, ЦРУшники там не смогут, извиняюсь, что огульно их обвиняют, без доказательств. Но есть такая тема, что они тоже там что-то свои, имели интересы. Это человек, который хотел, типа, не вместе работать, такой, эй, я сам все сделаю. Понял? Но я считаю, что здесь очень важно, что по поводу Эскобара думала Канада. Рочно, Жень. Вообще, клевать, что думала Канада в любом запросе всегда. Я обслуживаю, нифига себе. Вообще, такую фразу, что не говоришь. Я просто хотел впервые в истории сказать фразу «Важно, что думает Канада об этом». Эта фраза была сказала. Ее убили, да, люди собрали. Все, это конец, что ли? Нет, там еще есть. Я просто думал, ты хочешь еще порассуждать. Нет, ну если может, я еще один буду рассуждать, со мной вместе. Нет, на самом деле... Я бы до конца дослушал и потом рассуждал. Маделинский картель, Маделинский картель заработал так много денег, что ему буквально пришлось складывать наличные в мешки. Миллиарды долларов США им пришлось закапывать, потому что у них некуда было девать эти деньги. Эскобар стал миллионером еще в 20 лет, и потом он стал миллиардером после этого. Он в 7 раз подряд возглавлял список мирового Форбс. Так как он мог его официально возглавлять? Вы понимаете, в чем прикол? Он был фигурой, которая была вхожа в эти круга, во все... Да, он в списке Форбс, понял, типа. Им все это нравилось до тех пор, пока он с ними работал, делился, был их ручным песиком. А потом он захотел стать президентом страны, чтобы сказать, вы что, офигели, я президент страны, это президент суверенного государства. я правильно тебя понимаю? Когда он делал свое дело, все в порядке. Как только он захотел больше власти, они от него избавились. Как у Элвана в Black Star. Абсолютно, абсолютно. Вот ты и рассказал, с кого они берут пример. Он рассказал, Эскобар построил свой личный зоопарк. Произошла интересность той, что после его ликвидации этих животных начали отправлять те места, куда доставлены. Кроме четырех бегемотов, которых сложно было транспортировать, их отпустили в дикую природу Колумбии, и они повлияли вообще на всю эко-эко-систему. Как круто. Они изменили вообще внешний облик Колумбии, потому что они из-за их пребывания в водоемы... Пищевая цепочка изменилась полностью. Да, изменились. Лейки. Вообще, химия водоемов начала меняться, какие-то начали пропадать живые организмы, какие-то появляться. Еще он изменил своими бегемотами, изменил Колумбию. У Эскобара было 34 поместья, 500 тысяч гектаров земли, 40 раритетных автомобилей. В поместье было 20 искусственных озер, 6 бассейнов, аэропорт. В какой-то момент он прямо говорил, что я не знаю, куда девать деньги. Нет, я не понимаю. У него был вот этот свой зверинец. Он женился в 24 года, в 74-м году. Он тогда начал встречаться с 13-летней Марией Викторией Энео Вьехо. и он на ней женился и до конца жизни с Марией прожил, до его убийства. Молодец. Так интересно, что... И забавный факт, что когда Марию арестовывали вот эти вот из Лос-Пепас, чуваки, они следили за ней долго и слушали переговоры телефонные, и они признались, что они давали... Когда уже Эскобар был на грани вот последние дни, там его даже убийства, они признались, что они эти телефонные записи дают слушать своим женам, чтобы показать им, как надо любить своего мужа. Ай, хорошо. Но при этом у Эскобара было огромное количество внебрачных связей. В другой стороне, когда твой муж самый разысканный преступник в мире... Который при тебе убил как минимум человек 200... И ты думаешь, блин, если я хоть малейшее движение вправо-влево, он меня вообще завалит, потеряет, ничего не будет. Никто ничего не узнает никогда. Ты правда искренне так любишь меня? Конечно, конечно, Пабло. Никогда никого я не любил как тебя. Ты любишь меня, несмотря на то, что... Подожди. Кажется, это улюбок еще дышал. Конечно, такого человека будешь любить. Он славился своей любовью к педофилии. Реально? Да. Подожди. Маленьким девственницам. Ты сейчас серьезно? Ну, я читаю. Как это странно? Давай просто заново все предложение прочитай. На протяжении всей своей жизни Эскобар славился своей любовью к педофилии. У него было огромное количество внебрачных связей. Ужас. Осуждаю. У него было более четырехсот любовниц-наложниц. Для каждого он строил небольшой закрытый городок. Городок? Маленькая. У него был маленький коттедж с бассейном, фонтаном. И там находились маленькая еще своя экосистема. Экосистема. Экосистема небольшая. Для каждого. То есть там что-то находилось для нее. у него были актрисы, победительницы конкурсов красоты Латинской Америки, фотомодели. Одной из его любовниц была Верхиния Вальехо. Успешная журналистка, известная медийная личность на колубийском телевидении. В 2007 году Вальехо опубликовала мемуары «Любить Пабло, ненавидеть Эскобара». Хорош! Как круто звучит. В которых она подробно описала свои любовные отношения с Эскобаром. Книга стала самой продаваемой книгой своего времени. Там, особенно в Латинской Америке. Несмотря на похождение своего мужа, Мария смиренно ждала его и никогда не была замечена ни в одной интриге. Я же говорю, хоть одна интрига и все. Более того, Пабло обвиняли в убийстве своих избранниц. Говорят, что он около 50 любовниц своих он убил. подозревая за то, что они являются информаторами. Такое могло быть, наверное, легкое. Да, потому что ему их привозили, которых он хотел. И действительно, многие работали на правительстве. Кто убил? Женщина. Пожалуйста. Вопрос закрыт. Чингис Хана кто убил? Женщина. Женщина. А снайпер кто был, мы не знаем. Пожалуйста. Кто знает. А кто Кеннеди убил? Женщина. Женщина. Жаклин? Пожалуйста. Ты все элементарно. Это мы что сейчас выяснили? Что женщина убийцы. Вот так вот. Живите с этим. Вот вам. Дальше мы вам дали эту пищу. Разжевывайте. Какой ужас. Мы дали вам пищу. Разжевывайте ее. Представь. И возвращайте нам, чтобы мы ее проглотили. Представь. Это наш жоп. Есть какой-то человек, который реально верит во все, что мы говорим. Вот так. Да, я обязательно буду писать все. Да. Я разжую. Все разжую. Да, смотри. Жень, ты вот так рассказал, потом вот так. Пишите сообщение. Боже, как это было бы круто. Это все, ребят, это все так. Приколы, разжевывать ничего не надо. В массовой культуре образ Пабло Эскобара довольно светлый. Его представляют до сих пор современным Робин Гудом. Однако, вся фишка в том, что он очень помогал бедным, а еще он очень любил животных. Он никогда не обижал животных. В отличие от людей. Животных он любил. При этом он сам никогда не напивался алкоголем и не употреблял кокаин. Никогда. Однако, он пал в этой борьбе против США. И многие антиамериканские взгляды, они как-то коррелируются с его вообще жизнью. И люди, которые просто не любят Америку, они такие, ну тогда я буду любить Эскобара. Да. Противовес. Да нет, я думаю, просто он на футболках продавался одно время на рынках. Фотографии его. Я думаю, просто люди смотрят и видят, что один человек настолько раздулся своим влиянием. Хотя это очень плохой пример. Это плохой пример, это стопудово. И то, что антиамериканские его взгляды, он их использовал, тот же группировку коммунистическую он использовал для того, чтобы свои дела делать. Он думал только о себе, о своих бабках и хотел просто сохранить свой бизнес и хотел свой бизнес приумножить, хотел себе полностью страну, которая будет полностью страна и будет одним огромным картелем, рынком, понимаешь? Есть такие люди, которые... Просто это были бы другие колоды, другой уровень денег, это было бы уже... Если ты слушаешь нас и у тебя растет все время рынок, ты его хочешь еще увеличить, хочешь быть монополистом и захватывать еще больше и больше, остановись, Влад Бумага. Может, пора остановиться, а? Эй, Влад, эй! Эй, Влад! Влад! Хочешь проблемы с Лос-Пепес? Это родители от деятельности, которых невероятно отупели дети от деятельности его... Эй, Влад! Ты хороший парень, у тебя все впереди, но... Влад! Влад! Ты должен прекратить эти ночи. Мы будем разговаривать на выдохании по-другому. И этот фрагмент вырежут, запустят в Тик-Ток, и этот фрагмент увидит Влад Валов. Именно вот этот. И он такой... Что? Я никогда не остановлюсь. Я же самый популярный рэпер. Разговариваю так, что Влад Валов должен говорить, что я никогда не остановлюсь. Почему-то не с чертами рэп. Я никогда... Мы сейчас до сих пор два самых популярных рэпера. Я и Леголайз. Я и Серега. И Леголайз, бедолага, просто разжиревший где-то сидит на окраине москвы. Кто-то сказал, Леголайз? Дам там концерт. Не, ну Лига крутой был, нет, одно время. Лига, 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 рифма, машина. Какие выводы мы можем сделать из этого всего? Это... Я сырец. Зло всегда проигрывает. Органовская, где за Останкинскую башню заходит солнце, где мы учились играть в баскетбол на школьном, а слушать крутой рэп уже тогда было прикольным. Я помню, как погнул здесь свою первую бейсболку, уйдя зимой с урока в самоволку. Здесь мы бродили по дворам, как будто в гарлеме. Реально? Это кто? Это Леголайз. А, реально? Вывод, что зло всегда проигрывает. Да, как и Леголайзовский должен... Как и Леголайз. Мы за все хорошее против всего плохого. Если ты так говоришь, подумай еще разок, потому что нет однозначно черного и однозначно белого. Нет. Все двойственно. Светлое и темное. Оно двойственно. Именно поэтому в этом и идея нашего шоу глубина. Вы постепенно только познаете эти все сигналы. Духовный вообще смысл, да. Светлое, темное, а Томас пятнистый. Он светло-темный. И светлое и темное сразу. Потому что у всего есть двое... Тут суть не в этом. Смотри, есть светлое и темное, но есть общая картина еще. Есть светлое и темное. Важно ведь общую картину. А Томас, как бы это линза, которая имеет общую картину. Томас это... Как вы представляете, такой он и есть. Вы Томас. Вы Томас, да. Пишите «Же-суи, Томас». Очень смешно было про «Же-суи, Томас». Очень смешно. Ну что, это был Рассул Чебдаров, Томас Гайсанов. Меня зовут Евгений Чеботков. Это «История на ночь». Спасибо, что вы с нами. Мы на связи. Было время. Цифры знаете? Цифры знаете? И еще говорите. На любую вашу переговорную встречу, на любую вашу разборку, на любой ваш какой-то проблемный, напряженный момент нас не зовите. Документы какие-то сделать. Но если праздник, мероприятие, радость, посидеть, покайфовать, пообниматься, что-то еще, телефоны концертного директора есть. Звоните. Это тоже деньги стоит. Все. Доброй ночи. Хорошо.